Монтаж пролетного строения идет между первой и второй опорами. Это один из важнейших этапов, от которого зависит не только прочность опоры, но и будущий облик моста. Процесс требует филигранной точности. Сначала на одну из опор и временно смонтированную опору укладывают два соединенных блока. Потом на высоте к ним присоединяют третий. Происходит сборка этих балок сначала на болтовое соединение, в последующем происходит обварка. После чего этот этап повторяется и строители переходят на последующие балки пролетного строения 1-2. Всего их у нас в пролете 8 штук, поэтому необходимо будет 8 раз повторить данную операцию. Длина первого пролета 27 метров. Всю конструкцию соединяют продольными путями. Такой вид сборки отличается высокой точностью. Процесс сложный и ответственный. Все сварные соединения в обязательном порядке должны быть подтверждены специалистами, что они выполнены качественно непосредственно на этом объекте. Такие испытания у нас будет производить наш политех. У нас с ними заключен соответствующий договор на то, чтобы они обследовали все сварные швы. Далее начнется обустройство монолитной проезжей части, затем дорожного полотна и деформационных швов. Всего строителям надо будет смонтировать три пролета, в том числе методом надвижки. На маленьком путепроводе опоры уже соединены пролетом. Это лето для строителей объекта будет очень плодотворным. За теплый сезон предстоит выполнить колоссальный объем работ, чтобы к концу ноября все пролеты и опоры приобрели законченный вид и по мосту запустили транспорт. Данил Кузнецов, день с толком.